Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы вновь представляем вам мастер-класс в исполнении Народного мастера России, мастера ДПИ Кубани, лауреата премии «Душа России» Агаевой Ирины Владимировны. В преддверии Светлой Пасхи мы с вами сегодня сделаем трепичного ангела Ирина Владимировна. Покажите, пожалуйста, как это будет выглядеть. Вот такой нарядный, красный, яркий пасхальный ангел. Вы попробуйте это сделать вместе с Ириной Владимировной и поймете, что это совсем несложно. Главное, немножечко-немножечко постараться. Ирина Владимировна, вам слово, пожалуйста. Пасхальный ангел. Он красного цвета. Ну, может быть, некоторые знают, что ангела еще делают на Рождество. Он может быть такой же конструкции, но цвет другой. Это белый или голубенький, или вот синий. Поэтому цвета здесь меняются. Красный цвет – это цвет радости, цвет пасхального торжества. И как раз он делается из красных тканей. Для этого потребуется сделать всего три детали. Это будет вот такой прямоугольник, который будет являться туловищем. Это будет, значит, квадрат, который будет крылышками и ручки. И скажите нам, каких размеров должно быть это? Понятно, что каждый сделает по своему усмотрению. Кто-то больше, кто-то меньше. Где-то двадцать на, может быть, на пятнадцать вот такой, может, на двенадцать. Вот, ну, квадратик где-то десять на десять. Остальные вот такие детали, которые можно сделать его и маленьким на ладошку, можно чуть больше. Где-то повесить в доме. И он будет как фонарик освещать вот ваше жилище. И для связывания вот у нас обыкновенные шерстяные ниточки. Да, обыкновенные красные ниточки для перевязки. И самое главное, что он сделается без шитья иглой. Это конструкция, которая, в общем-то, влегла вам в основу очень многих кукол. И я как раз занимаюсь именно без шитьевой куклой. Несмотря на то, что они без шитья, все равно их можно выставлять и на выставках, участвовать в разных мастер-классах, в фестивалях и наиболее, да, ценно, потому что это народная кукла, которая с глубины веков идет без шитьевой способ. И то, что это делается без шитья, еще раз подчеркивает, что это именно из глубин веков идет. Давайте приступим к самому постеплазу. Да, приступать. Вот это будет у нас такой прямоугольничек, который мы сворачиваем вот так пополам и начинаем вот здесь вот, хвостики оставляем такие вот пышные, а здесь начинаем вот так крутить. Крутить, крутить вот такую вот веревочку. И потом мы делаем из нее вот такую петелечку. Берем ниточки и завязываем, потому что здесь обязательно нужно вот такую сделать, пока еще заготовочка. Завязываем, и это будет у нас туловище и голова петелечка такая, и голова. Вот она расправляется, и такие вот хвостики, это будут платьицы такой куколки ангела. Потом мы берем вот этот квадратик и делаем ручки. Ну, и вот просто немножко подворачиваем его с двух сторон, чтобы были поаккуратнее концы. И делаем вот такую просто звездку. Нет, с другой стороны, Ирина Владимировна, вот той, чтобы... Да, вот так, вот так это должно выглядеть. Ну да, вот так вот давайте, да, чтобы вам быть было виднее. Вот так. Вот здесь вот заворачиваем, просто сворачиваем и завязываем ниточками. Опять берем красные ниточки и завязываем с двух сторон. Вот, ну, отступая примерно где-то полсантиметра. И получается вот завязка такая. И уже аккуратно она смотрится на два узелка лучше. То есть это узлы в этих куклах имеют большое значение. То есть они являются креплением. Они, в общем-то, нужно их завязывать даже на узел на один раз, на два, чтобы они крепко держались. Потому что мы не шьем. Кукла бесшитевая. И даже вот такая простенькая, она все равно делается вот по всем таким традициям. Главное, Ирина Владимировна, с хорошей настроением. Да, обязательно. Особенно пасхально. Мы складываем ее вот в позиции. Особенно радостно, конечно, мы встречаем скоро праздник пасхальный. Поэтому мы... Ну и вообще любая кукла, конечно, тоже она должна быть на позитиве. Потому что мы все-таки делаем... Да и когда, вы знаете, бывает такое, что и как-то бывает такое настроение, бывает, ну может быть. Но все равно, когда мы начинаем делать куклу, оно куда-то улетучивается. Вот какой-то негатив. И хочется просто работать так просто под настроение, чтобы улучшается даже. Вот я просто уже из опыта говорю, да. Так, ну здесь вот мы немножко можно поровнять. Вот если бы мы так оставили, вот так оставили бы куклу, то это была бы кукла-куватка, которая вешается, подвешивается над колыбельком маленького ребенка. Вот, она тоже делается на такой вот петелечке. Ну, мы делаем ангелы, поэтому у нас обязательно должны быть крылышки. Вот этот квадратик мы перегибаем вот так вот пополам. Небольшие крылышки такие вот делаем. И вот такие вот защипами идем. За защипами, видите? Давайте с этой стороны я покажу. Дорожечку собираем. Дорожечка, да. Защипы идут вот до середины. И получается у нас уже из одного лоскута два крыла. Мы их связываем. То есть вот эта куколка делается с деталями вот такими, видите? Они с деталей, потом они связываются, эти детали. И получается у нас готовая кукла-ангел. Из красного цвета я подчеркиваю, что это именно праздничный цвет. Это праздничный... И яркие цвета, они вот... Потом к спинке прилегает вот эта деталь. Вот. И мы делаем... Сюда привязываем на талии. Берем ниточку и крестовидными такими движениями, вот креста, крестом завязываем, чтобы она была очень хорошо видно. И садится она вот так. И завязываем уже непосредственно на... Сзади завязываем. Вот. Эти крылышки хорошо привязываются к крестовой нитке. И крестом. И вот они такие вот. Получается вот уже готовый ангел. Вот такой замечательный ангел. Он быстро делается, да. Можно делать и дети с детьми, детям. Мы в музее проводим такие мастер-классы, которые дети сами делают. И мы показываем. И приходят домой, они их родителям показывают. И то есть можно дома украсить такими ангелами. Даже не одним, а целую сделать серию ангелов. И украсить свое жилище. Даже можно прикрепить каждому. Да. Куличику можно прикрепить. Можно куличику, да. Можно поменьше сделать ее. Можно вот я сделала с ладошку. Ну, такие куколки вот для... Такие были всегда и для игры с ладошку. И для того, чтобы украсить жилище вот такими фонариками. Они будут как фонарики. Вот красные такие красивые ткани. Ну, и поясочек еще можно сделать ей, чтобы она уже была закончена полностью. Берем ниточку, складываем вот так вот. Вдвое, втрое можно сделать. Обязательно заканчиваем узлами. Это как бы уже узелки. Это уже пояс будет, а не просто нитка. И завязываем на талии, можно сказать, в центре. И вот такая куколка у нас уже готова. Она будет у нас на Пасху. Ну, можно даже и кулич украсить. Дорогие друзья, вы посмотрите. Буквально за небольшой период времени мы сделали вот такую замечательную куколку. Куколку Ангела. Присоединяйтесь к нашим мастер-классам. Мы желаем вам здоровья, благополучия и творческого вдохновения. Я думаю, что вы всегда будете с нами и будете посещать наши мастер-классы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитров А.Семкин